Здравствуйте, товарищи! Я Вероника, и сегодня мы с вами отправимся в морскую поездку вместе с нами. И посмотрите, как я там находила время на то, чтобы пописать этюды маслом. Сразу скажу, это было сложно, потому что это была не специальная художественная поездка, а семейная, где я должна была выкраивать буквально время. Мы ездили с маленьким ребёнком полугодовалым. Пожалуйста, проверяйте, что вы подписаны на этот канал. И приятного просмотра! Сейчас бегу на этюды, надеюсь, что успею, но что-то вероятность маленькая. Уже 6.25, а вчера в 6.30 уже солнце село. Уже вижу там красивые розовые облака, но так получилось с Костиным режимом сегодня, не знаю. Моя униформа — творческая интеллигенция. Боже мой, там сегодня такая бомба! Какая красота! Костином Что, как и гонки мёртвый? Костиным Играет музыка Сижу в темноте, слушаю шум моря, когда уже сделал всё, что мог, так на душе приятно, особенно когда получилось неплохо. Я думаю, у меня будут ещё попытки написать закат, прийти немножко раньше, чем после заката. Мимо проходил парень, он сначала проходил, когда я только начинала, а потом проходил, когда я уже просто сидела и отдыхала, и такой, можно посмотреть, что у вас получилось? Такой блин, очень круто. Это приятно, особенно когда уже подходит с разговорами после того, как ты всё закончил, уже здесь есть настроение пообщаться, поговорить, а когда в процессе подходит, это сбивает, отвлекает, и особенно когда я сейчас писала этюд, за 25 минут. Закат — это одно из самых-самых быстро сменяющихся состояний, и чтобы его поймать, это и так сложно. А когда уже просто каждая минута реально на счету, вот, я была очень рада, что ко мне никто не подошёл, просто все мимо ходить, так посматривали. А уже после я готова общаться. Предлагаю вам послушать вместе со мной шум волн. Там плавает аквалангист с фонариком. На пляже идёт уборка, а я не даю свой лежак. Сейчас чуть ли не первый раз за эти несколько дней вижу горы, которые вышли из-за облаков, не скрываются за ними. Но при этом немножко облаков есть, что красиво. В то время как на закатной стороне абсолютно чистое небо. Как вы уже могли догадаться, я пришла пописать. И, возможно, в этот раз я выберу восточную сторону или какую? Южную. Не там, где солнце будет садиться в воду, в море, а в сторону за горами. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, отпустили нашего папу Марка на хоккей. Сегодня играют в Сочи с Северсталью. А сами пришли на море просто смотреть на красоту. Вот этот вид, мне кажется, лучше, чем моё полосатое от тени лицо. Короче, как вы видите, сегодня есть месяц. Почему-то раньше я его не замечала. Не знаю, почему. Но я подумала, а вдруг меня сегодня отпустят на ночные чуды. Правда, я не знаю, есть ли смысл в ночном... в ночной писанине. Ну, в смысле, что оттенков-то особо нет ночью. Но сейчас мы тут ещё посидим, я подумаю. Отпустили, сходила. Это было, как всегда, очень сложно. Приходилось писать частично в свете фонарика от телефона. И поэтому всю дорогу мне мой холст казался недостаточно тёмным. Но при дневном свете потом оказалось всё нормально. За эту поездку мне удалось поймать три холста. Напоминаю вам, что лучшей поддержкой автора канала будет покупка его, то есть моих холстов. С наличием можно ознакомиться в телеге или в запрещенном грамме. Ссылки в описании. Мне очень интересно узнать, какая работа вам понравилась больше всего. И я хочу вам сказать большое спасибо, что досматриваете видео до конца, за то, что вы со мной. Для меня это очень важно и приятно. И до встречи в новых видео. Пока!